здравствуйте друзья тут комментарий был под одним из видео о том что надо бы учить студентов как учиться вот мы как бы информации там много набрасываем а вот как ее подхватить и я так знаете с одной стороны люди разные и учатся по-разному там кто на слух кто там зрительно кто любит когда объясняют ну знаете как и стал я вспоминать стал я вспоминать как учился в институте связи почему стал снять именно институт связи потому что я там за пять лет ни одной четверки не получил так вот был такой круглый отличник прямо до безобразия почему я был круглым отличником потому что у меня не было никакой возможности получить меньше пяти больше того когда я дорывался до преподавателя там с этим вопросом билетом что мне там давали начинал отвечать они офигевали и офигевали они просто от того что была такая система подготовки вот и об этом речь идет система подготовки к экзаменам которая просто ну ты приходишь и забираешь и все там безоговорочно значит давайте я расскажу как это происходило надо сказать что вот в наше время не знаю как сейчас по каждому предмету на экзамен было ну допустим там не знаю 50 вопросов 100 вопросов 150 вопросов они были заранее известны они были даны мы тогда конспекты писали то есть конечно были книги но по книге готовиться к экзамену невозможно потому что но всего там может быть три-четыре дня то есть конечно как какое-то знание усваивалось и во время семестра ну то есть нельзя сказать что совсем уж прям там ничего не усваивалось но не так чтобы пойти и сдать экзамен знаете как поэтому к экзамену нужно было готовиться система у меня была такая значит берешь все вопросы и некоторые вот дать приходит там на экзамен и там перед экзаменом стоят там мандражирует вот где там из 100 вопросов там 75 выучил и их мысль была в том что вот если выучить 100 процентов вопросов то ты вот тогда гарантированно получишь на свою пятерку а если там 75 то там где что-то ответишь что-то не ответишь и тогда мое понимание было и остается другим то есть существенно не то какой процент вопросов ты покрыл а то сколько раз ты все вопросы прошел вот допустим ты два раза успел по всем вопросам это один разговор там три раза это другой раз трех раз принципе хватало то есть если я успевал ну я старался так спланировать время чтобы три раза пройти по всем вопросам и тогда значит да тогда получалось очень очень удачно три раза это хорошо как как я как занимался значит здесь вопрос вопрос надо его разобрать смотришь конспекте там смотришь чего рассказывали пишет ответ отдельно ответ надо писать потому что если ты не пишешь а просто читаешь то гораздо хуже усваивается у меня так например то есть я как я через письменную речь гораздо гораздо лучше усваиваю я помню вот в детские годы там пионерский лагерь поедешь и там песни пели там дети переписывали песни вот я помню очень часто пока песню запишешь ты и уже запомнил то есть вот к концу записи уже не нужна запись просто запомнил песню то есть вот у меня у меня такая такая структура как вспоминать вот я пишу ответ потом второй вопрос потом 3 значит через допустим вопросов 10 пройдя вопросов 10 записав вопросов 10 я начинаю возвращаться к первому и спрашиваю себя вот чистый лист бумаги ну-ка и ну какую-то часть значит удается так самостоятельно какую-то части посмотрел туда посмотрел сюда но что-то не вспомнилось даже если ты вроде бы все вспомнил ты смотришь сравниваешь с тем что там было ну хорошо и идешь там второй третий и так далее то есть ты движешься к по вопросам скажем от первого там ну пусть будет 100 от 1 к сотому но ты постоянно все что ты успел пройти допустим прошел 50 до 3 50 держишь на уровне воспроизведения активного то есть в любую секунду ты берешь любой вопрос и ты должен быть состоянии его ответ соответственно и так вот ты идешь дальше но ты не идешь дальше забывая то что было ты идешь дальше удерживая все что было так вот таким передним фронтом хотя заднего задние не неизвестно где не будет может через год значит поэтому когда вот ты тянешь билет вот ты подходишь там взял билет и и оно все актуально то есть ни один из этих вопросов тебе не надо там сидеть и там что-то такое ты можешь прямо отвечать но конечно поскольку дисциплины технические там частенько бывает на что-то написать там сесть потом берешь билет садишься через там 15 минут подходишь там еще готов готов начинаешь разговаривать потом уже уходишь там со своей зачеткой гадну там товарищи пора пора давайте собираться то есть времени на подготовку нет не нужно прям быстренько 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 все из головы выходит и самое интересное наступало после того как экзамен сдан потому что все-таки экзамен это некоторое как бы стрессовость какая-то присутствует ответственность какая-то там и так далее а когда уже это все прошло через день через два через неделю через месяц даже вот я не знаю правильно ли назвать это какой-то такой реминисценции то есть каким-то всплыванием там задним числом но картина становится настолько ясной и настолько чистый тогда когда ты вышел с экзамена они тогда когда ты зашел давайте когда зашел у тебя еще много сомнений а когда ты вышел со своей там пятеркой ты вдруг видишь такую потрясающую картину всего этого предмета и ты можешь в любую точку из любой точки вот вот просто вот можно идти преподавать реально значит я утрирую преподавать надо больше знать но но все-таки вас отвечать на вопросы да можно поговорить 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 и я помню первый раз когда это сделал это было на первом курсе и был экзамен по физике первый семестр экзамен по физике я вот так готовился и значит женщина которая принимала экзамен я был первым поскольку я быстро был готов она отдавая мне зачетку в какую-то речь небольшую произнесла там на пару минут что все-таки какая сейчас молодежь пошла и что конечно вот это другое поколение и вот там типа в их поколении мол как-то все не так было и так далее потом она году давайте как там кто там еще есть давайте будем отвечать значит почему я рассказывают про эту реминисцензию почему это исключительно важно потому что когда у нас в школьном процессе человек идет на клиренс да вот каковинтерншип клиренс то есть это некий процесс где он должен ответить там ну да это на десяток вопросов но бывает что и полтора десятка так теоретически неплохо быть готовым и полутора десятка вопросов когда ты сдал наш клиренс и вот этот момент ясности такой необычный наступает должен был бы наступить если хорошо готовить то когда ты дальше идешь на интервью а интервью может быть там по три в неделю например тебя несет тебя прет то есть ты приходишь и его ты будешь на трех интервью тебя все три хотят у нас у нас часто бывают такие случаи вот когда человек не знаю же где возьмут где не возьмут ничего такого жаха вот там в три места все три места говорят вот вот этого только мне такое бывает поэтому начал думать вспоминать я не знаю еще как как это можно сделать вот у нас например в школе и опять люди все разные я я например не уверен что каждый человек если ему объяснить эту систему даже если он захочет это повторить и начнет это делать я не уверен что для него это подойдет понимаете но может быть какие-то общие принципы состоящие в том что вот ты когда готовишься значит у тебя каждый вопрос должен быть подготовлен и ты держишь полный набор и ты ходишь по нескольку раз через это все и вот может быть так я не знаю как и что там есть переносимое на других людей но вот по опыту учебы в институте связи московском электротехническом могу сказать что я ни одной четверки так и не получил то есть такая вот интересная история может быть действительно эффективность того что мы делаем могла бы увеличиться если бы студенты как-то вот каким-то на методом выходили вот на такой на такой уровень подготовки когда ты можешь с любого места начать на эти вот там есть там какой вопрос вытащил и пошел да вот это было бы конечно классно я хотел бы спросить нашу аудиторию потому что у нас народ в основном очень образованный и разумный я я на самом деле вы видите как я горжусь нашей аудитории ребята я периодически вот возвращаясь к этой мысли какие какой у нас классный все-таки народ на канале и может быть вы че-то присоветуете то есть я верю в в наш такой коллективный разум с точки зрения того как знаете когда вот заходит разговор там о например о похудении вот что-нибудь такое там потери лишнего веса и вот все время есть умники знаете которые пишут жрать меньше надо вот что-то такое и я вспоминаю лекцию о психологии похудения там профессор из стэнфорда читал психолог и вот он не помню часа до полтора я даже на видео записал так не помню куда делась давно было делать и он говорит что ну чуть ли не 90 процентов людей которые худые и стройные это не потому что они себя какими-то усилиями поддерживают а потому что они родились такими это просто их вот как бы естественное состояние вот а не потому что они себя заставили там или что-то то есть вот эта мысль о том что жрать надо меньше надо жрать это наверное кому-то относится но очень небольшому количеству людей вот так что смотришь худенький он себя не заставлял в основном так родился поэтому мысль о том что надо просто сидеть и учиться это замечательно я знаю людей которые очень усердно учатся и чё-то у них ничего от этого не остается я знаю таких людей тоже и нельзя сказать что они какие-то не могу сказать что они какие-то ну не умные лишь каких неразвитые лишь какие-то тормознутые нет 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 абсолютно могли бы и может я думаю что они неправильно что-то делают в общем клич брошен так что я я с большой благодарностью послушаю если там вы поделитесь но именно в конструктивном ключе конечно так что можно было так чтобы можно было использовать другим людям счастливо счастливо счастливо